Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Абсолютная правда. И в эфире радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск радиоблога, очередной понедельник. Начинается такая неделя, которая, я думаю, запомнится многим, ныне живущим. Ну, почему, как бы объяснять не буду, потому что вы все следите за событиями происходящими. Как в Белом доме, где-то на Капитолийском холме и так далее. И ниже, и далее по списку. И вы видите, да, в штате Джорджия, в штате Мичиган, в штате Пенсильвания. Мы ждём. Мы ждём. И поэтому какие-то наши комментарии, скорее всего, будут сдержанными, потому что мы ждём. Потому что не все факты на руках, как говорится. И остаётся только дожидаться. Причём ждём лучшего. Сегодня со мной мой друг, мой коллега, блогер из Нью-Джерси, Михаил Герштейн. Миша, добрый день. Включи, пожалуйста, микрофон свой. Да, это не помешает. Я бы хотел сегодня поговорить как о новостях, а может быть, мы уйдём куда-то и в сторону от них. Потому что, видишь, в новости такое понятие сейчас относительное. Потому что очень вроде много происходит, но это происходящее, как такое впечатление, где-то под ковром. А, в свою очередь, выступление Трампа, наверное, стоит вспомнить в Атланте, которое, в общем-то, можно даже и поговорить и на эту тему, но как хочешь. На самом деле, если говорить про Трампа, то он оставил хорошее впечатление. Прежде всего, своим задором, таким боевым настроем. И, в общем, не выглядел удручённым, потерянным и так далее. Как ты думаешь? Ну, выглядел он прекрасно. Я, в общем, его во время редко видел в раллих, где он такой был расслабленный и, в общем, весёлый и активный. Даже вот эти последние предвыборные ралли, на которых он, в общем, был очень активный. Он всё-таки, ну, понятно, что 4-5 ралли в деле-то много, как он тогда проводил. И человек устаёт, он не мальчик. Но тут он был совершенно расслабленный, потому что, как бы, рассказывают, как он там, он ходит в Белом доме, не знает, куда деться. Ну, как обычно. Я хочу, ну, я про это ралли говорить особенно не хочу. Понятно, что там ралли было, ну, две цели преследовало. Во-первых, немножко надавить на губернатора и на секретаря штата Джорджи. Во-вторых, конечно, поддержать двух кандидатов в Сенат, которые будут участвовать в переигровке 5 января. Потому что сейчас вдруг, ну, Сидни и Пауэллы, и Линвуд, которые занимаются расследованием Dominion Software, и ещё каких-то дел параллельно с Руди Джулиани, с командой Трампа. Руди Джулиани, кстати, заболел коронавирусом, но вроде бы чувствует себя неплохо, так что будем надеяться. Вот. Они договорились до того, не они, а Линвуд, в частности, договорился до того, что призывает республиканцев не голосовать за, не участвовать в выборах январских, потому что, типа, всё равно украдут. Вот. Но это тут, конечно, народ, к счастью, не такой бестолковый, как этот Линвуд, который, к тому же, оказалось, в общем, в основном до этого всё время голосовал за демократов. Вот. Но поэтому народ, конечно, понимает, что нужно прийти и проголосовать. И надо надеяться, что его советов особенно никто слушать не будет. Потому что должна быть такая явка, чтобы попытки скомпрометировать выборы всё равно ничем бы не закончились. Вот. К сожалению, с Трампом это не работало, потому что там эти переполненные трубы, взорвавшиеся трубы неожиданно. Кстати, возвращаясь к этому, история с этой взорвавшейся трубой в Атланте становится всё интереснее и интереснее. Они там в 10.30 вечера в Фултон Каунте или Фултон Каунте, где Атланта, короче, в центре, где ввёлся подсчёт голосов, в том числе голосов по почте, всех наблюдателей выгнали под эгидой, что у них там взорвалась труба, они сейчас всё, ну, с водой, в одинако, канализация, короче. И они все сейчас пойдут домой. Вот. Все ушли, а оставшиеся там 4 человека продолжили подсчёт. И как вот только что появилось видео, сколько там, 3-4 дня назад появилось видео, на нём видно, как неожиданно из-под какого-то стола с длинной скачетчью вылезли какие-то чемоданы, все наполненные бюллетенями. Откуда там эти чемоданы взялись, ничего не понятно. Конечно, нашёлся какой-то человек, который под присягой заявил, что, во-первых, никого в 10.30 вечера домой не отправляли, а, во-вторых, поскольку всех собирались отправлять, то специально всех собирались отправлять домой в 10.30, то в 10 часов там необработанные бюллетени сложили в эти чемоданы и спихали под стол. Ну-ну. Народ, прочитавший эти показания, он сказал, что даже, говорит, восхищён такой наглостью. Вот. Миш, извини, ты всё-таки, я добавлю, что ты говоришь две причины, почему Трамп, но это, несомненно, поддержать, да, кандидатов республиканцев на Сенат, но всё-таки, может, причина ещё и номер один, что он же сказал, что он по-прежнему не признаёт поражение и по-прежнему готов. Ну, я же сказал, что надо надавить каким-то образом на губернатора штата и на Секрет, но на них не надавишь. Как-то это давление не очень, да? Не, им... Тут, между прочим, вот вчера появилась такая мелкая заметка, что там Open Society, один там из фондов Сороса, Open Society, вот, известный, открытое общество, как он там, вот, у него, его председатель уходит в отставку в конце года, а вместо него назначит кого-то другого, вот. Ну, как бы... Извини, а где это появилось, заметка? Ну, где-то в новостях. А, где-то в новостях? В новостях. Сейчас же важно заметить, где это. Нет, ну, в новостях, все написали об этом. А, все написали. То есть, это не то, что там где-то на каком-то там подпольном сайте, как-то никто не знает. Это известно, и сегодня появилась информация, что вместо него будет назначен там другой человек, естественно, потому что святое место пусто не бывает. А это другой человек, на минуточку, это нынешний CEO компании Stramatik, которая одна из этих компаний, которая обеспечивала софтвер и хардвер для выборов. То есть, одна мы знаем Dominion, вторая вот этот вот Stramatik. Как ты думаешь, повышение? Ну, естественно, оплата. Потому что Open Society же, как это, не лимитированный ничем бюджет, поэтому, конечно, повышение. И понятно, за что. И понятно, за что, да. И, а говоря о Dominion Software, история о том, что он там переключает голоса, о которых там все говорят, что это все неправда, что это все бред, это Сидни Пауэлл и Лина Вуда, тех же уже упомянутых нами, оказалось вдруг, что это правда. То есть, я на 100% еще не знаю, но вот вчера вечером появилась информация о том, что в одном там богом забытом каунте в той же Джорджии, ну, там в Эр-каунте какой-то, ну, небольшой явно, потому что там больших каунти только два, у них там живет 40% населения. В этом каунте одну машину, которую еще не успели уничтожить, не успели все оттуда убрать, проверили, дали ей на вход там 200, сколько там этих баллов по ровну за Трампа и за Байдена, и на выходе получили 113, ну, грубо говоря, для ровного счета будем 60-200, на выходе получили 113 за Байдена, 87 за Трампа. То есть, 26% свинг, всего-навсего. Вот, то есть, ну, плюс 13, минус 13. То есть, просто, просто откровенный перекос в пользу Байдена, то, что нам именно и говорили. И причем то, что в некоторых штатах же в этих машинах голосуют, и там нету даже, как это то, что называется, paper trail, нет никаких бумажек, подтверждающих, как проголосовал. То есть, как бы, просто берутся и искажаются результаты. Это вмешательство, откровенное вмешательство выбора. Плюс считает, я не знаю, это проверено до конца или нет, но вроде бы как Dominion Software 8 октября было куплено какими-то китайцами. Да, а вот скажи, пожалуйста, Миш, вот у меня в данном случае то, что вот на эту тему говорят сторонники Демпартии, мало волнует, потому что они, как Байден, повторяют it's not true, и все, это неправда. Такого нет, это все измышление. Любой факт... Ну, ты не путай, кто за кем что повторяет, поэтому тут Байден... Ну, пусть он. В данном случае хвост собакой, собака хвостом. Не так важно, я про другое на самом деле. Меня больше волнует отношение ко всем этим вопросам республиканского истеблишмента, и, в принципе, функционеров республиканской партии и так далее. Я вот почему-то не вижу большого энтузиазма с их стороны по части того, чтобы получить вот именно истину, добиться истины, добиться правды. То есть, то ли это намеренно, то ли это вот это пораженчество, которое они как бы... Нет, ну, это не пораженчество. Ну, среди истеблишмента, как известно, что среди этих Невер Трампов очень много находится в истеблишменте. Им Трамп не нравится, потому что он им мешает, он не дает им, как и остальным, пользоваться нормально этими деньгами, которые компании, которые занимающиеся лобби, их все время кормили, потому что сейчас это закручено немножко. Им мешает то, что им приходится голосовать не так, как там им платят, грубо говоря, а так, как политпартия, потому что представить, что там Митров не голосовал так, как Трамп, Трампу нужно. Это, в общем, для этого Митров не, наверное, проходит через там семь кругов ада. Внутреннего, да? Когда пытается. Или там Бен Сасси, или еще там, ну, несколько человек в Конгрессе, вот тот же Ламар Александр, он, к счастью, уходит уже оттуда, но тем не менее. Вот. И истеблишмент точно такой же. Им Трамп мешает этой юни-партии, как это всегда было. То есть это деление на демократов, республиканцев всегда было очень условно. Приходит Байден, который, как бы, один из этих апологетов этой юни-партии. Конечно, он им больше нравится, чем Трамп. То, что их потом, если, скажем, сейчас ничего не удастся, и Байден будет инаугуриен там 20 января, их потом в 2022 году, конечно, сметет народная волна. А насчет того, что они сейчас вообще... Народная волна сметет. Ну, не только наша, да. Не только наша, хорошо. Вот. А то, что они сейчас делают, это очень вот характерно то, что сейчас произошло в Твиттере. Потому что Твиттер начал, как это, очищение своих рядов от... Сначала, естественно, от консерваторов, от таких, как они считают, этих правых радикалов, там, правых экстремистов. Но заодно среди них попались и левые достаточно экстремисты. И они стали возмущаться, что почему нас? А потому что, когда метла метет, она метет всех. Это же все много раз проходили. Это как в анекдоте, а за что велосипедистов? Да, точно. Не, ну тут немножко более серьезно, потому что цензура, она не щадит никого, и этот социализм, который там пытаются строить с человеческим лицом, он, конечно, тоже не пощадит ни тех, ни других. Потому что эти республиканцы, которые считают, что они там юни-партии и все, их сметут в первую очередь. Следующих, конечно, сметут там каких-нибудь демократов, те типа, к сожалению, Телси Габбард, которая пытается быть более умеренной, чем остальные. Ну и независимый. Независимый, да. Ну, умеренный, независимый. А потом, смертут всех остальных, Байден же им тоже не нужен. Вон там Байден в интервью каком-то там, ну, не знаю, CNN, что ли, вместе с Камалой пришел туда и сказал, что если... Его спросили, что будет, если он там с Камалой в чем-нибудь не согласится. Он сказал, что если он не согласится, тогда ему придется, чтобы у него образовалась какая-то... Срочно образовалась какая-то болезнь, и он тут же уйдет в отставку. Вот. Значит... Вот так, да? Вот. Это он типа пошутил. Это он так... Ну-о-о! Мы знаем мы эти шутки. Вот. Его уже за это даже свои же уже начали ругать. То есть дожили. Не, ну, послушай, там, я думаю, что если, не дай бог, состоится, то, чего мы все-таки надеемся, не состоится, а именно про инаугурацию, которую ты сказал, то потом будут принимать ставки, сколько он там просидит, месяц, два, полгода. Ну, самые большие оптимисты, может, год ему дадут. Ну, неизвестно, сколько он там просидит, если будет там в своем бункере спать. Сто дней все будут в масках, так что никто не будет знать, кто там сидит. Вот. Ну, может, очередная там, как бы, завербованная собака его потянет. Но, по крайней мере, то, что он сегодня озвучил состав своего, это Health and Human Services, это чисто камаловский какие-то народы. То есть заместитель, не заместитель, а последователь Камалы, заменивший ее на посту прокурора Калифорнии, этот Бандера, или как его там... У него фамилия типа Бандеры, вот, который, по-моему, еще левее самой Камалы, которую уж тоже... Да ладно, да ладно. Ну да. Вот. Такое бывает, бывает. Бывает. Есть же еще AOC, Аказия наша, она тоже левее. Да, есть, есть. Ильхан, Амар, Лобстер, да? Тоже есть, да? Нет, ну, у Ильхан там это другое дело. Кстати, мы напечатали сегодня материал, если кто-то не читал, зайдите на континент, там очень интересно про семью, ну, новую семью Ильхан Амар, и вот ее, и вот этот муж, который сейчас... Которому она заплатила два, там, почти три миллиона... Два и восемь миллиона долларов он получил, обслуживая ее компанию, так сказать, выборную. А потом получил 650 тысяч помощи от ковида. А потом и доступ к телу, ну, нет, доступ он раньше получил. Нет, а еще помощь от ковида он еще получил. Нет, ну, это... 650 тысяч долларов. Да, то есть, неплохо. Мы говорим, что все по чесноку, то есть у нас замечательная жизнь, коррупции ноль, в общем, все нормально. Выборы честные. На прошлой неделе Нэнси Пелоси давала интервью совершенно, ну, скажем, в лучших традициях Джо Байдена, потому что совершенно было безумное какое-то, в котором она сказала, что они же полгода тянут со вторым пакетом помощи. А, да. И все требовали там два-три миллиона, чтобы вот таким людям, как муж Ильхана Мара там помогать и так далее. А республиканцы хотели сначала там 500 миллиардов, потом вроде подняли до 900, до 900, последняя там цифра была 908 миллиардов. Она сказала, ну, теперь у нас президент другой, поэтому можно уже и соглашаться. Вот, то есть, обозначив этим, что это она, в общем, держала весь этот, ну, как все и знали, что это она ставит палки в колеса. А что это? Им, конечно, жизнь простых американцев совершенно не волнует, потому что, ну, дадут там денег. Они же не понимают, что когда, если экономика идет в разнос, они же не жили при Великой Депрессии, потому что, чтобы выйти из Великой Депрессии, нужно было, ну, уж экстраординарные меры, а сейчас все гораздо хуже, потому что тогда Китай-то не был, а сейчас есть Китай. Поэтому, поэтому с Китаем это будет просто, он будет контролировать весь мир. Их это мало волнует, их волнует. К сожалению, американские политики, они все мелкие в своих этих желаниях и в своих стремлениях их волнуют там свой карман там набить чуть-чуть и все. Поэтому их не волнует, кроме Трампа, вот какие-то глобальные вещи, их волнует, им говорят, что так надо, вот что вот Китай хочет, ну, хочет и хочет, и ладно. Вот. А Трамп понимает, что нужно во время Совет, в советское время они все-таки понимали, что Советский Союз это угроза. Сейчас они по коему-чему не понимают, что Китай это угроза. Поэтому и Иран это угроза, потому что уже стали говорить, что вот давайте с Ираном опять договариваться. Очень понимали, когда шлепнули этого главного иранского создателя их этой атомной бомбы. Вот. Поэтому и очень это их все расстраивает, естественно, потому что они же не понимают. Окей, ведем войска, там всех уничтожим. Знаешь, вот это... Я одновременно сокращаю военный бюджет. Это очень... Да-да-да, слышишь, Миш, я думаю, что с тем же успехом, как мы называем вирус китайским, ну мы, мы. Трамп называет, мы называем, а кто-то не хочет так говорить. Также можно выборы назвать китайскими вполне. Ну, вполне, потому что, как я сказал, что компания вроде бы как была куплена китайцами, и пропаганда была китайская, и, в общем, тут же... То есть, первое, что произошло, когда пошли слухи, что вроде как выигрывает Байден, этот китайский этот Янник, или как он там называется, значит, он поднялся на небывалую высоту утру. Потому что, потому что что передоговорятся и будут идти у них на поводу, потому что... На поводке. На поводке, да. Ну, на поводу, далеко же все-таки. Да, на поводке, на коротком причем. Особенно учитывая, что у них на господина охотника столько существует всякого интересного. Ну, и на Хантер, и на Папашу его тоже, естественно. Это вам не история там в гостинице Ридс Калтон. Спасибо. Это точно. Ну, конечно, можно, учитывая возможности фотошопа и прочих каких-то программ, можно было и там сделать какие-то интересные, да? Да. А здесь и не надо делать, здесь у фотошопа не нужно, все на руках у них. И очень много, кстати. Хорошо, у нас наступило время такое важное, когда мы на несколько минут вас оставим, а вы пока послушайте важное объявление рекламное, мы вернемся и если будут вопросы, то, пожалуйста, звоните. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Продолжая наша программа, напомню, телефон студии 847-400-5200, традиционно во втором сегменте вы можете позвонить, задать вопрос. Я видел, что были попытки звонить в первой части программы, но лучше этого не делать, это уже традиция, так мы договорились. Нас сейчас ответим на звонки. Да, пожалуйста, я напомню только, что у нас Михаил Герштейн из Нью-Джерси, блогер. И слушаем вас, кто первый дозвонился. Здравствуйте. 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 Вы знаете, что губернатор штата Джорджия республиканец и секретарь штата тоже республиканец? Да, мы знаем. К сожалению, они республиканцы из той категории, которая называется Нью-Джерси, и секретарь, судя по тому, как они себя ведут, и учитывая особенно то, что губернатор штата Джорджия сегодня во второй раз ресертифицировал результаты, так и не сделав проверку подписей, сомневаться в их антитрамповости не приходится. Могу я сказать то, что я хочу? Да. А может быть, они думают о том, что могут появиться не только обманы со стороны демократов, но и со стороны республикантов. Я приведу пример. Орлов, вы знаете отлично, Алексей Орлов. Он на этом радио говорил, что он поедет в Джорджию и зарегистрируется там, как возможный Окей, понятно. Он это говорил не для того, чтобы, так сказать, призвать всех регистрироваться, чтобы обмануть, а для того, чтобы выяснить, как работает этот механизм. Поэтому вы либо чего-то недопоняли, либо намеренно передергивайте. И теперь по примеру Орлова значит, можно говорить о том, что республиканцы мухлевали. Ну, понятно. Нет, но тут, во-первых, тут не совсем так. Понятное дело, что нарушения скорее всего есть с обеих сторон. Никто не спорит, потому что система гнилая, многие годы все считали, что дырами в ней не злоупотребляют. Понятное дело, что злоупотребления были. Но поскольку они всегда... Мы помним выборы два года назад в Северной Королине, когда там был очень близкий выбор в Конгресс, когда там в одном округе были... Там разница в голосов была меньше тысячи и обнаружили, что там какие-то там один или два республиканца отмечали какие-то там бюллетени, вроде пометили сами. И выборы отменили и устроили повторные. Поэтому понятно, что какие-то нарушения с той стороны тоже есть, но они массовость их не подвергаются. Такое беспрецедентного такого не было никогда, наверное. Хорошо, у нас есть звонки, попробуем принять. Добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. сегодня прошла информация о новостях о том, что многие судьи ждут окончания пребывания Трампа в Белом доме и чтобы его осудить, уже там 37 кейсов они накопили, в том числе генпрокурор штата Нью-Йорк. Вот. И скажите, пожалуйста, сможет ли он себя оправдать, опомиловать до того, как они начнут гонять его? Спасибо. Спасибо. Вопрос ясен. Миша, пожалуйста. Ну, я не думаю, что он будет заниматься своим помилованием. Во-первых, если как только он выйдет из Белого дома, когда бы это ни произошло, мы надеемся, что это все-таки произойдет через 4 года, а не сейчас. Вот. Все еще надеемся. То о нем тут же забудут. Понятное дело, что все эти угрозы, все эти крики, это все бред, потому что система советская, что был бы человек, а статья найдется, она все-таки в Америке не работает и не должна работать, потому что то, чем занималась прокуратура Нью-Йорка и генеральный прокурор Нью-Йорка, это именно этим, потому что никаких обвинений в адрес Трампа выдвинуто не было, они копали какие-то бумажки, пытались чего-то найти. Это так здесь не работает. Да, но тем не менее, я тоже читал на эту тему, и что ему спокойно жить не дадут, если он окажется и его семье за пределами Белого дома. С другой стороны, тот же Руди Джулиани опроверг всяческие вот такого рода разговоры, причем очень интересно, они подаются в мейнстрим-прессе, как будто бы кто-то из вот корреспондентов СНН сидит рядом третьим за столом, где сидит Трамп и Джулиани, да, и они при нем обсуждают вопрос помилования и так далее. То есть, откуда это все берется, просто удивительно. Ну, очень часто это просто высасывается из пальца. Ну, естественно. история, например, очень характерна, кстати, сегодня была история, сегодня или вчера, сначала были слухи, что Вильям Барр в конце года заявил, что в конце года собирается уволиться. Это, в общем, совершенно бессмысленное заявление, потому что если Трамп будет до 20 января, то он, что ему увольняться сейчас, когда там до 20 января осталось 20 дней после конца года, а если Трамп останется после, дальше, то Вильям Барр может уволиться в любой момент, когда он хочет. И, естественно, после того, как там все сообщили, рассказали, тут же было опровержение из Минюста как раз насчет того, что никуда Барр уходить не собирается и будет работать столько, сколько нужен Трампу. Ну, так же, как буквально несколько дней назад тоже была утка пущена по поводу его высказывания якобы о том, что... Ну, оно было переврано просто. В данном случае он вообще такого не говорил, а в том случае, что ты говоришь, они переврали и сказали, что Барр заявил, что никаких нарушений не было. А он не заявил, он сказал, что нет еще нарушений, еще у нас нет нарушений, которые мы можем возбуждать уголовные дела. И все. Мы работаем, он сказал, над этим. Мы над этим работаем, мы изучаем и так далее. Но Associated Press распространила это и, соответственно, это все пошло гулять. И из каждого, как говорится, репродуктора, из каждой печатной помойки, извини, это все понеслось. Вот, все. Пожалуйста, нате вам. К счастью, большинство из них уже никто не слушает. Поэтому... Люди, которые чего-то понимают, они уже ничего, они не слушают вот это все. Ну, да, это понятно. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. У меня два вопроса и небольшой комментарий. Вопросы такие. Во-первых, за что можно осуждать, осудить нашего Трампа? Это первый вопрос. Второй вопрос, это при социализме в любой стране социализм сразу начинался с того, что террор они организовывали. Возьмите, начиная с Советской России и Китай, и Вьетнам, и везде, везде это было. То есть, можем ли мы ожидать, что будет ширкомасштабный террор или это будет вот типа, как они называют, маккартизм. Хотя маккартизм действовал правильно, а они просто будут заниматься тем, что будут как минимум подрывать карьеру и лишать людей вообще способов выживания, лишая их работы. А комментарий небольшой вот по поводу того, что значит, и там, и там есть подтасовки. Я получаю от Джудиша очень постоянную информацию, значит, если подтасовки бывают, во-первых, подтасовки каждые выборы бывают, начиная с 3,5 миллионов и кончая где-то больше 7,5 миллионов. И при этом в основном это демократы. Если у республиканцев бывает такое иногда, то это где-то ну 5%, а у этих все 100%. спасибо большое. Спасибо за комментарии, за вопросы, Миша, пожалуйста. Да, ну, собственно, это я и сказал. Ну, осудить Трампа это мы уже обсудили, в принципе, а то, что может начаться охота на ведьм, она, конечно, может начаться с одной стороны, но с другой стороны, пока еще здесь государство правовое, то понятное дело, что выиграют от этой охоты на ведьм только адвокаты, потому что будут бесконечные суды, несколько компаний в итоге могут даже разориться, если попадутся нормальные судьи, которые присудят ну, человеку вот как тот же Том Фиттон из Judicial Watch, которого вечно пытаются судить, тот же замечательный, кстати, герой, можно сказать, нашего времени Джеймса Киф, автор Project Veritas, который сделал прекрасную вещь, потому что он разрушил последний оплот CNN, потому что он в течение нескольких месяцев слушал их утренние летучки между Закером и его подчиненными, между СИО, CNN и его подчиненными, и записал их все, и теперь каждый день по одной по две летучки выкладывают на Твиттер, и в Твиттер, но не в Твиттер, в смысле у него есть еще на его сайт, и в Твиттер он просто транслирует, и там, конечно, то, что там творят, то, что творит руководство CNN, и как оно решало освещать там Трампа, освещать скандал с Трампом Байденом, вообще там замалчивать то-сё, опять-таки как оно решало обсуждать, обсуждать историю с вбросами, ну, с нарушением времени, это, конечно, классика, и после этого никакого уважения к CNN не останется вообще. Ну, смотря у кого, извини, смотря у кого. Так, у нас есть звонок, Миша, извини, давай мы попробуем принять. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, что-нибудь известно, законодатели штата Джорджия, что-нибудь делают? Спасибо. Спасибо. Ну, они пытаются, некоторые из них пытаются, конечно, поскольку не все они не вытампы, они пытаются, там же сейчас пытаются заставить созвать сессию как раз вот legislature, вот, ну, их конгрессы, как он там, ассамблеи, я не знаю, в разных штатах по-разному называется. Пока не удается, потому что 60% нужно, чтобы было, где же там набрать только. Ну, там может создать, там губернатор, штата может созвать. Ну, губернатор уже как бы понятно. Поэтому, например, в Пенсильвании, кстати, там уже 76, из 141, уже 76 выступили в поддержку Трампа. у них там 253 всего этих законодателей, и 141 из них это республиканцы. И 76 уже выступили в поддержку Трампа, я думаю, что постепенно еще прибавится, потому что все-таки у них большой перес. В Аризоне, там один из судов, кстати, должен пойти в Верховный суд, а в Верховный суд в Аризоне, в отличие от Пенсильвании, где он там 5 демократов, 2 республиканца, там 7-0 в пользу, счет 7-0 в пользу республиканцев. Поэтому есть шанс, что в Аризоне дело дойдет до суда, и в Неваде там тоже. В общем, сейчас цифры, которые публикуют, они, конечно, некоторые из этих цифр, я должен сказать, что вот некоторые из этих цифр, они, конечно, многие из них случались почти что каждый год. Вот то, что публикуют, сколько там в каждом штате голосовало людей меньше, которые младше 18 лет, сколько голосовали те, кто уже переехал, кто там, мертвые души, понятное дело, потом голосовало. Переехал уже с концами. Да, да, ну я скажу, мертвые души, и так далее. И там во всех этих штатах, ну кроме там Пенсиванина, в Пенсиванина там просто беспредел. Ну, кстати, и в Мичигоне тоже. А в остальных штатах там все эти цифры превышают разницу, вот объявленную официальную разницу в голосах между Трампом и Байденом. И это всего достаточно в принципе для того, чтобы эти выборы, результаты выборов отменить, либо потребовать переголосования, либо просто вот не выставлять выборщиков. Но пока это все, к сожалению, посмотрим. Трамп сегодня, кстати, вот буквально за три минуты до начала эфира я посмотрел, он там беседовал с кем-то, сегодня же Пэлл Харбор, товщина, и его там спросили, ну, естественно, Пэлл Харбор сейчас никого не волнует, к сожалению, но его спросили, а что там насчет, что на следующей неделе коллеги выборщиков, что вы считаете, он говорит, ну, посмотрим, но в принципе ближайшие там два-три дня будет много мы и думаем, мы и ждем этих новостей, а пока мы принимаем звонки, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у нас правовое государство, как же случилась такая история с генералом Флесом? Как же получается так, что все суды отмели все иски Трампа? Ну, говорят, что вроде бы это к лучшему, но тем не менее они должны были их рассмотреть, поэтому о том, что у нас правовое государство, это было, было, по-моему, еще до Обамы. А теперь, что у нас будет? Вот я бы хотела знать ваше мнение, что у нас будет, если не дай бог, Трампу не удастся побороть этот беспредел. И как вы думаете, я так поняла, что вы надеетесь, что все-таки он останется, как и мы надеемся. Но на сколько процентов, как вы думаете, наша надежда имеет под собой основание? Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, тут насчет процентов, это как в этом анекдоте про динозавра, что какая вероятность встретить на улице динозавра, что 50% либо встретишь, либо не встретишь. Вот, поэтому тут насчет, если ему удастся, значит, будет 100%, если удастся, значит, ноль, ну как, откуда мы знаем? Мы, к сожалению, не знаем, что там происходит. Мы надеемся, когда видишь эту информацию, волосы дымом встают, но не у всех. Вот. А насчет правового государства, оно все-таки правовое, потому что, к счастью, генерала Флина не расстреляли, и в тюрьму не посадили его. И, в общем, и Минюст в отношении него дело прекратил. Вот. Правда, почему-то судья все равно решил, что нужно продолжать, но Трамп его помиловал, и это было абсолютно... Если мы радуемся, что еще не расстреливают, это очень нехорошая песня. Да, но правовой государства... Ну, окей, хорошо. У нас есть звонки еще. Есть нарушения. То, что в Пенсильвании... Извините, давай мы примем звонок, потом про Пенсильванию. Слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по поводу переголосовки в Дожжи. Ведь уже столько всего, все, в общем-то, заинтересованные люди знают, что там безумные фальсификации были во всех этих штатах, и видео, и прочее, и прочее. Другое дело, что там их отфутболивают эти демократические, так сказать, судьи. Но вот если будет переголосовка снова, то система подсчета и система голосования ведь не изменится, значит, это же очень легко опять все, так сказать, фальсифицировать. Как ты думаешь, Миша, возможно? Ну, во-первых, все уже давно кричат насчет, то есть, наоборот, скажем так, во-первых, я надеюсь, что в результате этого скандала система изменится, что появится, наконец, там, WaterID, отменят эти дурацкие голосования по почте, потому что вот массовые. Отменят вот эти вот, что я типа сегодня сюда приехал, я вот здесь, и я, в общем, собираюсь здесь жить, как это было в Нью-Хэмпшире, по крайней мере, там, в 2016 году. Отменят то, что человек приходит вообще без ничего и говорит, что я такой-то, такой-то, ему верят, и он там ставит какую-то закорючку и голосует, и наведут порядок. Просто Америка была построена на доверии, и никто этим доверием особенно не злоупотреблял, кроме любимого всеми штата Иллинойс, который, как бы, который еще сто лет назад... Я только хотел с тобой не согласиться. Который еще сто лет назад говорили, что жить можно в Америке, жить можно где угодно, умереть лучше всего в Иллинойсе, потому что потом можно голосовать. И кроме этого, ну, еще во время выборов Кеннеди, еще там Техас немножко отличился, но, в принципе, таких вот злоупотреблений, кроме нескольких больших городов, не было. То есть злоупотребления были как раз вот всегда в Филадельфии, всегда были в Чикаго, всегда были вот в Милуоке, в Атланте, потому что там это бедное население, которые просто там приходили люди с пачками этим бюллетенем, они там галочки ставили, там крестиками подписывались, их приносили, или просто там за них там кидали. Но как бы это считалось, ну, на это закрывалось все это глаза, потому что народ, который был вокруг, он покрывал эти вот, эти вот недоработки. То есть там выбирали кого-то там каких-то там странных людей в этих округах, а в остальных все было окей. И никого это не волновало. А сейчас это вышло на массовый уровень, и, конечно, если это останется безнаказанным, это будет ужасно. Но я надеюсь, что вот этот вот скандал приведет к тому, что начнут наводить порядок, по крайней мере, в более-менее нормальных штатах. Ну, ты знаешь, вот тут как бы может да, может нет. Почему? Потому что в мутной воде, как правило, рыбку кому-то легче ловить. Поэтому, если, предположим, сейчас все-таки Трампу не удастся переломить эту ситуацию, да, и более того, нет гарантии, что в начале января, 5 января, опять же, в Сенат попадут два в общем-то республиканских человека, то неизвестно, как будет. Так, у нас есть звонок, но еще есть несколько минут, пожалуйста. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, а он может вести военное положение в стране? Трамп? Миша. Ну, это, я думаю, что это, в общем, экстремальные меры, вряд ли он на это пойдет. Во-первых... Гипотетически может. Гипотетически может, потому что там, ну, как все рассказывают, что, в принципе, это идет сейчас под этим экзекутив-оргер, а не вмешательство выборов, и известно, что в эти выборы было как раз серьезное вмешательство со стороны Китая и так далее. Поэтому он, в принципе, как люди говорят, может. И даже Майкл Флинн предлагал это сделать, но я не уверен, что он на это... Я не уверен, что ему это надо, потому что, скажем так, он за эти четыре года сделал больше, чем вообще любой другой президент, и, в общем, если ему не дадут следующие четыре года поработать, он уже построил, как создал новую, фактически, республиканскую партию, создал новые движения, стал, в общем, во главе этого движения. Ему, если он даже не будет, он все равно будет в сто раз популярнее, чем Байден. Вопрос в том, что надо ему там сидеть в этом дальше... Хочет ли он дальше сидеть эти четыре года следующие или нет? Насколько, скажем, это задевает его самолюбие для того, чтобы... Ну, 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 если бы... Миша, ну, это не вопрос вообще, он ходит. Он бы не участвовал в выборах, если бы он не... Нет, мы имеем в виду, что вот если вот у него вот таким вот образом отбирают... Насколько он готов бороться для того, чтобы... Нет, ну, он сказал, что в итоге, да, если проголосует, он согласится с решением тех же выборщиков, но при этом самое как бы минимальное, что он может сделать, и я думаю, что не только он, а все те, кто здраво рассматривает ситуацию, это показать, что выборы были действительно украдены, что были массовые подлоги и так далее, и вот с этим багажом Байден тогда будет и Байден, или его... Ну, нас еще немножко утешает, что сейчас этого дура мы перевели в статус специального прокурора, вот, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас его просят выпустить промежуточный отчет, чтобы Байдену потом... Потому что Байден-то его может спокойно потом уволить, и никто из них скажет. Это же не Трамп, который говорили каждый день, что он сейчас уволит Мюллер, и вот тут же объявят импичмент. А Байден уволит, уволит, ура, молодец. пресса будет аплодировать, Конгресс будет, Нижняя Палака, за... За... Это бюджет, что это пустая трата денег, это бессмысленно, ничего он там не найдет, потому что ничего там не было четыре года назад, и так далее. понятно. Вообще хотелось бы увидеть что-то, не сейчас, хотя бы в обозримом случае. Сейчас, Нет, ну, что он там нарыл в итоге, да? Сейчас мы хотим, потому что если сейчас не увидим, не увидим и потом. Ну, кстати, кстати, господин Брэннон, вот тот самый легендарный наш разведчик. Который плакал, когда грохнул этого иранского ученого. Да, 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 он сказал, что он восемь часов беседовал с Даровым, он как раз все вроде бы, он ему доверяет, и ничего особенного нет, пожалуйста, пусть, пусть, копает дальше, сказал он, ну, если переводить в обиходную, в общем-то, это дело, и посмотрим. На самом деле, будем смотреть, что будет происходить. Эта неделя действительно будет, скорее всего, очень важная, как я уже говорил. Миша, спасибо, что с этим постулатом ты не спорил, развил его творчески. Вот, всем спасибо, кто нас слушал, следите за публикациями в интернет-газете «Континент», за нашими подкастами. Я думаю, что как только у нас будут какие-то новые факты, мы обязательно и выйдем в эфир в ТВ-клубе «Континент», ну, и до следующих, естественных встреч в рамках радиоблога. А то, как прошло, 14 декабря. Да, 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 может быть, мы уже с чем-то так далее. Что-нибудь будем знать. Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова